Ребят, всем привет! Рад всех видеть! Хочу сегодня рассказать про оригинальную аудиосистему. Это аудиосистема, так скажем, направленная на sound quality, на качество звука, ориентированная преимущественно на качественный породистый звук, всего с одним усилителем. Итак, поехали! Я собрал для вас аудиосистему за 101122 рубля. В состав этой аудиосистемы входит процессорный усилитель АМП-эйфория. 8 каналов по 80 Вт. Давайте вот так вот будем брать, да? Весьма маленький, размером с ежедневник. Процессорный усилитель имеет на борту оптику, имеет на борту USB-разъем для Bluetooth-модуля. Все необходимое и силовую часть. Включается этот усилитель по высоким входам, то есть нам не надо тащить туда ни рема, ничего. И в какой автомобиль мы это будем ставить, я вам тоже обязательно покажу. Для того, чтобы это все дело управлялось, мы сюда воткнем Bluetooth-модуль. 2900 рублей стоит этот модуль и эйфории стоит 47900. В роли акустики мы выбираем и согласовали с владельцем, что мы будем устанавливать. Костя, а у нас что-то она не приехала же, да? Герц, C-кейс 165. 13300 рублей цена этих железок. Это кропотливый труд итальянских инженеров. Они сделали звучание поистине классное. Вот от них ценник. Почему-то они у нас закончились, но они на самом деле уже приехали. И в задние двери мы будем ставить тоже акустику Герц, только коаксиальную CX-165. Фишка какая? У нас 8 свободных каналов. На 1-й и 2-й каналы мы сажаем медбасы. На 3-й и 4-й каналы мы сажаем тыл. На 5-й и 6-й каналы мы сажаем твиттера. То есть у нас получается двухполосная система с поканальным усилением. И внимание, на 7-й и 8-й канал мы сажаем сабвуфер. Ребят, суть какая? У меня было очень много сомнений. Хватит ли мощности и эйфории, то есть у Мостона она выдает порядка 350 ватт на сабвуфер. Да почему бы и нет? В роли сабвуферного звена серии Flax P25FS. Плоский, хороший, тонально-точный сабвуфер. Он у нас будет установлен в машине. Установлен по оригинальной такой технологии. По желанию владельца он, если честно, даже в автокаде нарисовал 3D-макет. Говорит, пацаны, сделайте мне вот такой ящик. Мы немножко шагнули дальше. Сделали кратно интересней. И технически реализовали все вот эти пожелания. Ну и так скажем, покажу вам чуточку попозже. Для подключения нам нужно совсем немного проводов, потому что здесь уже все есть. Нам нужен акустический кабель, что-то все это дело запитать. Нам нужен держатель-предохранитель, который будет защищать этот кабель. И немножко акустических проводов. Еще раз повторюсь, ребят, бюджет аудиосистемы 101 тысяча. В системе один усилитель, один сабвуфер и шесть динамиков. Два высокочастотника, два мидбаса, два каксиала. Что хочется сказать. Пойдемте. Не буду вам ничего больше рассказывать. Пойдемте, включу вам и расскажу, как все получилось. Настал именно тот момент, чтобы показать вам готовый конфиг, готовое расположение компонентов и вообще конечный вид установленной аудиосистемы. Ну, что ты, что ты? Я, слава, сказал, потому что, когда я пришел с уходного, я думал, что штатный лежит полный. Потом никуда я говорю, типа, нет, я выпилил. Ну, вот штатный. Я в сторис в инстаграм вам показывал. Здесь стоит, стоял такой же, только вот в этой части. Мы его вытаскиваем. Там у нас установлен красавчик Focal серии Flux Evo. Закрытый короб. Он у нас крепится на закладных. Здесь фонарик посветить? Будь добр. Что ты опять за новую херь куришь? Иду, девочка. У нас на резьбе крепится короб. Раз. Два. Нет, с двух. Мы с ним... А, внутри, наверное, еще? Да, внутри у нас виброизоляция. Здесь у нас терминал. И самое интересное, придем, пожалуйста, курилку. Картонный. Здесь у нас металлическая перфорация от фрезерованной отверстия. И бас у нас проходит в салон. Ребят, честно, были у меня сомнения по поводу хорошего артикулированного мясистого баса. Были сомнения, хватит ли моста каналов на дорогой сабвуфер. Ребят, хватает. Владелец послушал, говорит, блин, мне больше не надо. Я даже так, ну, с таким напором громко слушать не буду. Очень приятно это слышать. То есть, у нас конечный вид багажника такой. Мы его виброизолировали, шумоизолировали. Крышка, вот эта, кстати, она пластиковая. Дверки проклеены так же. Вторым слоем, вернее, уже третьим, да, у нас там акцент премиум. И третий слой у нас бетон. Бетонный материал. И на обшивку так же нанесен... Руслан, ваша технология пизжи некуда. Надо будет этот... Она стояла, да, долго? Вот этот меняем. И здесь у нас виброизоляция плюс волна. Эту обшивку мы специально сняли. Она стояла дня три почти, чтобы показать вам на видео. Ребят, и непосредственно сам усилитель, который управляет и рулит всей аудиосистемой. Вот так установлена эйфория. Здесь мы видим саморезы. Сейчас особо нерадивые слушатели скажут, вы, долбоебок, полу прикручивать усилитель. Нет, ребят, это деревяшка. Вот ее видно, да? Вот у меня даже залазит палец. Чтобы усилитель не висел на массе, его нужно прикрутить к дереву. Здесь мы видим блютус-свисток, чтобы напрямую с своего смартфона слушать любимые композиции. Под капотом у нас так же не менее брутально. Дима, открой, пожалуйста, капот. Где у нас? Колбус предохранитель мы разместили здесь. Кабель у нас запитывается от плюсовой клеммы. Ну а масса у нас запитана на кузов в том месте, где установлены сидения. Штатно установлены твиттера в уголках и мидбасы в штатном доработанном месте. Ну, аналогично, как и тыл, они установлены у нас вот так вот на подготовленных и жестко закрепленных вот этих вот фанерных колечках. Так, ребят, что еще хочется сказать? Хочется сказать про настройку. Ну, с помощью программы обеспечения АМП и ФАРИ настраивается весь данный конфиг. И, собственно, все. Что мы получаем на выходе? Дорогие компоненты раз и дорогое породистое звучание два. Да, это не дешево. Да, это процессорная система. Да, это, можно сказать, уже ближе к ТОПу. Да, сабвуфер у нас предтоповая линейка. Нет, предтоповая. К2 Power идет, потом у ТОП и Бириллиум. Эйфория. Зачетная штука. Многие из вас их как-то недолюбливают. Типа, ну, не очень надежная штука. Напрасно, напрасно. Лично себе на 99% я уже утвердил конфиг системы, что я себе буду ее ставить тоже. Так, что хочется сказать по звучанию. Она, вот эта системка, играет лучше, чем Боус, чем там Марк Левенсон тот же, да. Единственное, что здесь нету такого огромного количества компонентов, как, к примеру, в том же там Харман Кардуоне, да, где там много-много-много динамиков, пищалок, серединок. Здесь все по штатным местам. Это было обязательное условие. Но получилось реализовать такое воздушное, живое, напористое звучание. Владелец не слушает очень громко. Он слушает в основном что-то из легкого металла, из рока. Ну, он уже слушал эту тачку. Сейчас у нас была финишная настройка. Сейчас я вам включу, как она мурлыкает. Ребят, фишка в чем? Фишка в следующем. Сейчас мы в роли источника звука используем головное устройство Ниссан. А можно использовать свой смартфон напрямую через Bluetooth-модуль в эйфорию. Давайте сейчас так и сделаем, и будет прослушка еще сочнее. Сейчас просто нажимаем эту композицию. Sorry. Заходим в настройки Bluetooth. У меня Bluetooth почему-то выключен. Заходим в настройки эйфории. Сопрягаем устройство. И... Слушаем. Субтитры сделал DimaTorzok Очень воздушно и очень натурально это играет. Несмотря на то, что компоненты... ...относительно недорогие. Относительно других компонентов. От 80 герц вторым порядком играют до 3-х 800 вторым порядком. Все-таки классно он играет. А вот такая херота стояла в заводе изначально. Ну, обычные бумажные шляпы и динамики. Это сердце системы, которых... ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И САВИК чувствуется. Я думаю, его не будет слышно. Ну, относительно. Когда стоит у нас... ...всилитель, лимон, когда два было в питании с теми. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Старый, добрый трек сейчас включим. А задние динамики я обрезаю до 8 кГц, чтобы сцена назад не тянулась. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И от 3-х 800 вторым порядком играют твиттеры на отражение стекла из комплекта ГЕС. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вечер без тебя, тебя нет со мной. Скучаю я, и пустует наш тулик на двоих. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ребят, честно сказать, сочная-сочная система, она не громкая. Она просто сбалансированная, ровная, с отличным звучанием. Возьмите, пожалуйста, себе на заметку. Вот этот сабвуфер можно поставить, наверное, в стелс. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Кому удобно, кому неудобно, можно просто поставить его. Сырья! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Как и заметили, да, я спокойно разговариваю, у меня прекрасно слышно. Про эту Кио Церата. А что у нас не открывается? Что-то подключали, наверное, да? Что-то здесь идет. Думаю, нахуй. Какая-то перетурбация компонентов. Спасибо, что вы с нами. Спасибо за доверие. Забыл сказать, что процессорные системы мы устанавливаем с коэффициентом сложности настройки и ответственности. Ну, как и все, это ставится под сидение, делается скрытно. Дополнительно мы прошумили багажник, прошумили дверки и установили эту аудиосистему. Спасибо, что вы с нами. Вот так вот выглядела штатная верхушка пола. Поехали, родной. А вот так выглядит другая. Здесь железка. Владелец сказал, говорит, я вожу тяжелые вещи, мне чтобы ничего не мешало. Закрываем и сейчас даем машину владельцу. Так вот выглядит конечный вид пола. Двигайтесь с музыкой. Быть добру. Всем пока. До скорой встречи. Субтитры сделал DimaTorzok